Космический экипаж 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 Кстати, наш музей не случайно носит имя Циолковского. Этот великий ученый-самоучка задолго до первого космического полета точно описал космическую ракету, полет в безвоздушном пространстве, выход в открытый космос. Прежде всего, нам с вами понадобится наша заготовка. Если распечатать ее возможности нет, возьмите обыкновенный лист бумаги формата А4 и начертите на нем две окружности, большую и чуть меньше, при помощи циркуля или обведя любой круглый предмет подходящего диаметра. На эмблему мы обязательно поместим название нашего отряда. Также, при желании, здесь можно написать свою фамилию и фамилии друзей, которые отправятся с вами в космический полет. Теперь нам нужно закрасить фон. Если мы посмотрим на существующие космические эмблемы, то заметим, что чаще всего для фона выбирают голубой, синий или черный цвета, и это не случайно. Синий цвет традиционно символизирует не только небо, но еще и надежность, спокойствие и честность, черты характера, присущие настоящему космонавту. Но космонавты, выходя на орбиту, видят небо вовсе не голубым, ведь голубым его делает наша атмосфера, а темным, отсюда и черный цвет на эмблемах. Кстати, черный цвет символизирует еще и тайну, тайну космоса, которую человек пытается познать уже не один век. Окантовка нашей эмблемы может быть такого же цвета, как фон, но я сделаю ее желтой для контраста. Теперь можете раскрасить любым цветом, который вам нравится, надпись «Отряд юных космонавтов». Часто на эмблемах экипажа изображают звезды. Когда фон высохнет, мы возьмем белую или желтую краску и добавим звезды на нашу эмблему. По некоторым эмблемам можно рассказать что-то и об участниках полета, например, об их увлечениях, характере, местах, где они учились. В качестве элементов эмблемы в таком случае могут использоваться силуэты самих космонавтов, животные, символизирующие членов экипажа и прочее. Чтобы рассказать о себе, мы возьмем большую кисть, густо намажем ладонь краской любимого цвета и поставим отпечаток в центре эмблемы. Как мы уже говорили, цвет в эмблеме имеет огромное значение. Что же может означать цвет, который вы использовали для своего отпечатка? Белый – это символ мира, чистоты и благородства. Синий символизирует надежность, спокойствие и честность. Красный означает жизнь и силу. Желтый и золотой – это, конечно же, цвета солнца и радости. Зеленый может обозначать надежду, гармонию, жизнь и обновление природы. Фиолетовый – загадочный цвет, может обозначать тайну и величие. Бирюзовый символизирует спокойствие и умиротворение. Космонавты отдают дань уважения местам, где они родились. В качестве символа Калуги, клыбели космонавтики, мы поместим на нашу эмблему первый искусственный спутник Земли и ленту реки Аки. Подобный символ есть на гербе нашего города и на монументе Родина-Мать на его главной площади – Площади Победы. А спутник еще имеет особое значение для нашего музея. В его экспозиции есть технологический дубликат первого искусственного спутника Земли, который находился 4 октября 1957 года на космодроме Байконур. Эта дата по праву считается началом космической эры человечества, ведь именно тогда мощная ракета-носитель впервые доставила объект, первый искусственный спутник Земли, на орбиту нашей планеты. Для спутника мы с вами будем использовать серую краску, а для реки – белую. Наконец, пришло время изобразить на нашей эмблеме символ прекрасного праздника, который знаменует начало лета – Международный день защиты детей. Мы нарисуем нашу планету, а вокруг нее – взявшихся за руки детей. Это будет символизировать дружбу, счастье и мир во всем мире. Для Земли нам потребуется голубая краска, чтобы нарисовать воду, а затем, когда она подсохнет – зеленая для материков. Теперь, когда наша эмблема высохла, мы можем добавить детали при помощи черного фломастера. Осталось только аккуратно ее вырезать. Будьте осторожны с ножницами или обратитесь за помощью к взрослым. Поздравляю! Теперь вы точно готовы к вступлению в отряд юных космонавтов Государственного музея истории космонавтики имени Константина Эдуардовича Циолковского. Осталось последнее испытание – космическая викторина. Обязательно делитесь получившимися у вас эмблемами в комментариях в социальных сетях. До встречи в нашем музее, юные космонавты! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова